Растения, которые почти никто не видел, но ученые знают о их чудесных свойствах. На этой великой, зеленой нашей планете есть бесчисленные виды растений, многие из которых обладают замечательными способностями и применениями в мире медицины, исцеления и даже магии. Существует множество известных растений с множеством предполагаемых или проверенных свойств, которые мы уже открыли, и нет никаких сомнений в том, что другие люди еще могут быть обнаружены в отдаленных уголках нашего мира, способностями, которые мы еще не можем себе представить. О некоторых из них говорили в рассказах и рассказах из прошлого, говоря о невероятных эффектах и силах, но для которых у нас нет ответов, какие растения они были или все еще существуют или нет. Это рассказы о странных растениях, которые, как говорят, существовали, которые действительно имели очень мощное и полезное применение, но которые, похоже, исчезли во время приливов. Одно из распространенных тем растений с предполагаемыми мистическими качествами является обещание бессмертия, и это преследуется на протяжении веков в культурах во всем мире. В древнем Китае поиски какого-то эликсира бессмертия с использованием растений и трав в качестве ингредиента были главной страстью и целью алхимиков по всей стране, и многие из них считали, что они действительно ее нашли. В текстах, относящихся еще к V веку, упоминалось эликсир жизни, который использовался в качестве ключевого ингредиента одной из версий таинственного гриба, известного как линджи, что более или менее приводит к довольно невообразимому звучанию сверхъестественного гриба. Было сказано, что если один конкретный тип этого гриба потреблялся в правильном соотношении с другими травами, он передавал бы бессмертие и полностью останавливал процесс старения, но он неизвестно, каков был рецепт или какие именно виды грибов он требовал. Было сказано, что некоторые практикующие из традиционной медицины, алхимики и колдунны знали о удаленных местах на горе. Панулай, где вырос мистический и очень редкий гриб. Только эти эзотерические мастера знали, где были грибы, как они выглядели, как их культивировать, и каков точный рецепт эликсира. И это был, по-видимому, ревнево охраняемый секрет, который они разглашали бы, чтобы знать одного, даже императоры на протяжении веков. Многие люди власти в конечном итоге искали свой гриб, отправляя массивные экспедиции в поисках его лишь смутным представлением о том, как он выглядит. Но неизвестно, когда они когда-либо его нашли или разработали способ сделать легендарный эликсир бессмертной работы. Хотя различные виды грибов действительно используются в традиционной китайской медицине для различных заболеваний, в индуистских знаниях есть еще один легендарный напиток, по-разному называемый амрита или сама, который, как говорили, предоставил бессмертие и был создан из какого-то неизвестного растения. Часто было заявлено, что смесь часто пьяна богами как средство достижения их вечной жизни, и хотя редко случались смертные, которым удалось заварить напиток и получить бессмертие. Дело в том, что в древних индуистских текстах смертных, употребляющих амриту, есть множество примеров. Это полная тайна относительно того, какое растение использовалось, кроме загадочных намеков на него, растущих в горах. Столь же загадочное и потерянное во времени, это то, как ее подготовить, за исключением фрагментов, таких как то, что их нужно измельчить в целлюлозу и через некоторое время процедить через шерсть, а некоторые говорят, что ее следует смешивать с молоком коровы. Помимо этого, ботаники предположили, что растение, из которого произошла амрита, могло быть тем, которое производит галлюцинации или измененные состояния сознания, возможно, что-то похожее на псилоцебинские грибы, также обычно называемые волшебными грибами, с несколькими видами таких грибов, которые были предложены как ингредиент амриты. Другие утверждали, что растение было более вероятным растением вроде эфедры, которые производят химические вещества, сходные по своей природе с метамфетаминами, которые называются эфедрин и псевдоэфедрин, и которые используются в традиционных лекарственных средствах многих культур. Эфедра также распространена в регионах, где амрита была популярна. Сосуды, которые, как утверждается, использовались для смешивания амрита, показались следовые количества альфедра в них, а также опиоиды и каннабис, которые наверняка получили бы кого-то довольно высоко, если бы не сделали их бессмертными. Каким бы ни было амрита или она действительно работает, мы, вероятно, никогда не узнаем. Одним из самых универсальных и загадочных потерянных растений с феноменальными свойствами была трава, известная как кремний, которая почиталась по всей Древней Римской империи и была настолько редкой и популярной, что она стоила больше, чем ее вес в золоте. По сообщениям, Силпоум выглядел довольно невзрачным, с корявыми желтоватыми листьями, стеблями, подобными фенхелю, толстыми корнями и маленькими желтыми цветами, но его использование и свойства были почти легендарными. Он считался чудодейственным лекарством, предположительно способным излечивать и лечить всевозможные болезни и болезни или защищать от ядов, и утверждалось, что он эффективный метод контроля над рождаемостью, поскольку пить его сок, как говорили, продуть матку. По иронии судьбы, это также было сделано для мощного афродизиака, и его сердцевидные листья считали, что он популяризировал эту форму в качестве символа любви, а ее использование распространилось на парфюмерию, подпитывая ее скотом, чтобы сделать их мясо гораздо более нежным, сохраняющим продукты питания. Трава была так любима и ценилась в Древнем Риме и окружающих регионах, что она была широко написана в песнях, стихах и литературе. Значение силпеум было поднято еще больше из-за того, что по какой-то причине его нельзя было успешно культивировать или обрабатывать, собирая его в дикой природе. Единственный способ его получить, хотя никто не знал, почему. Сильфий сделал удачу для города Кирине, в современном Шахате, Ливе, который был единственным районом, где растение было известно, и город даже имел траву, напечатанную на их валюте. Были предприняты различные попытки попробовать ферму или выращивать траву в плену, но ни одна из них не была успешной, и никто, даже не так называемый отец ботаники, Теофраст, не мог понять, почему это должно быть. Это была одна из причин, почему Рим так стремился амниксировать тогдашний греческий город Кирине, что и в 96 году до нашей эры. К сожалению, это означало устойчивое снижение содержания кремния. В то время как у греков были строгие правила о том, сколько травы культивируются за один раз, головорезы, пропитанные кремнием, быстро переварили растения, и по мере того, как его значение продолжало расти, оно также стало мишенью для черных рынков. Это также сочеталось с чрезмерным выпасом скота, так как считалось, что скот, питаемый шилфом, обладает превосходным вкусом. По прошествии всего около полутора лет Шелф был практически вымершим, и римский автор, естествоиспытатель и естествоиспытатель Плини Старший, от 2379, жаловался, что за всю свою жизнь он обнаружил только один стебель сельфиума. Недолго после этого шилфом, казалось бы, исчез бы полностью с лица земли, оставив нам только исторические истории. В наше время неизвестно, какой тип шилфа был или даже был похож на него, поскольку есть только разбросанные, стилизованные художественные изображения. Но, по-видимому, он, возможно, связан с группой растений, подобных фенхеля называются ферула, которые связаны с морковью. Тем не менее, никто не знает, и хотя предполагается, что это таинственное растение все еще может существовать где-то в дикой природе Ливии, возможно, прямо под нашими носами. Вполне вероятно, что это древнее чудо-трава навсегда останется исторической странностью. Дождевые леса Южной Америки, возможно, неудивительно без их давно потерянных магических растений. В отдаленных районах Перу и Боливии уже давно существуют мегалитические сооружения, которые демонстрируют невероятную точность и каменные работы для своего времени, такие как саксы и хуаман, с камнями, которые выглядят почти так, как если бы они были глиняными формами и огромными камнями столь же тяжелыми, как 150 тонн отлично выровнены и плотно сотканы вместе, а также гранитные стены в куска, которые совершенно прямые и даже демонстрируют признаки сглаживания и обработки высокой температурой. Стены куска, в частности, привлекли внимание исследователей Яна Питера Дейонга, Кристофера Джордана, Иисуса Гомаре, который предположил, некоторое высокотехнологичное устройство использовалось для расплавления каменных блоков, которые затем были размещены, и их можно было охлаждать рядом с жесткими лобзиковыми многоугольными блоками, которые уже были на месте. Новый камень оставался бы неподвижным относительно этих камней в почти идеальной точности, но был бы его собственным отдельным блоком из гранита, который затем имел бы больше блоков, установленных вокруг него и расплавленных в их блокирующие положения в стене. В этой теории все еще будут электрические пилы и сверла, которые будут вырезать и формовать блоки, когда стены будут собраны. Неизвестно, каким образом древним инковцам удалось перемещаться, организовывать и формировать эти массивные камни так эффективно, особенно для довольно примитивного общества, которое не имело известных передовых средств для этого, и теории закрутились. Одна из самых необычных заключается в том, что эти люди использовали какое-то таинственное растение, у которого было какое-то необъяснимое химическое свойство, которое позволяло им формировать и формировать камень по своей воле. Туземцы региона, по-видимому, иногда говорили о неопознанном растении, которое выделяло вещество, которое могло бы превращаться в мягкую скалу, пока оно не будет сформировано, как глина, и говорят, что это замечательное растение часто использовалось птицей, которую они называли монтаной, которая создавала свои гнезда в ясные каменные стены. Аутсайдеры иногда сталкивались с этой загадочной жидкостью, такой как авантюрист Перси Фасет, который потратил немало времени на прогулку по Амазонке в начале 1900-х годов для древнего потерянного города, который, как он полагал, был укрыт там, а также исследователя Хирама Бингема, который обнаружил Мачу-Пикчу после многих столетий заблуждения в истории. Фасет, в частности, много писал об этом странном существе в своем журнале, и он рассказал одну такую историю об этом загадочном заводе и его птицах. Говоря о птицах, по всей перуанской и боливейской монтане можно найти маленькую птицу, такую как замородка, которая делает свое гнездо в аккуратных круглых отверстиях в скалистом откосе над рекой. Эти отверстия можно увидеть, но обычно недоступны, и, как ни странно, они обнаруживаются только там, где присутствуют птицы. Однажды я с удивлением обнаружил, что им посчастливилось найти и удобные для них гнездовые отверстия и так аккуратно выдолблено, как бы с дрелью. Они сами делают дыры. В словах говорил человек, который провел четверть века в лесах. Я видел, как они это делают, много раз. Я наблюдал, что видел, и увидел, как птицы выходят на скалу с листьями какого-то рода в клювах, и цеплятся за скалу, как дятлы, к дереву, пока они протирают листья круговым движением по поверхности. Затем они улетят и вернутся с большим количеством листьев и продолжат процесс трения. После трех или четырех повторений они уронили листья и начали клевать на месте своими острыми клювами. И, вот чудесная часть, они скоро откроют круглые отверстия в камне. Затем они снова пойдут и пройдут через трение с листьями несколько раз, прежде чем продолжать клевать. Это заняло несколько дней, но, наконец, они открыли дыры достаточно глубоко, чтобы сдержать свои гнезда. Я поднялся и посмотрел на них, и, поверьте, человек не смог просверлить более аккуратную дыру. Я считаю, что все, кто следил за ними, верят. Фасед также услышал рассказ о человеке, который вернулся в свой лагерь, чтобы найти шпуры на его сапогах, частично растаял. Человек утверждал, что недавно прошел через участок неопознанного растения около фута в высоту и с темно-красными листьями. В другом случае друг его сына, Брайан Фасед, предположительно нашел старую банку, оставленную в шахтерском лагере в Сироди Паска в Центральном Перу, и он сначала подумал, что это бутылка алкогольного напитка под названием Чича. Банку вернули в лагерь и в какой-то момент постучали, чтобы вылить ее содержимое на камень, на который он был оценен. Друг сказал бы, что произошло следующим образом. Примерно через 10 минут я наклонился над скалой и небрежно осмотрел бассейн пролитой жидкости. Он больше не был жидким, весь патч, где он был, и камень под ним, были такими же мягкими, как влажный цемент. Казалось, что камень растаял, как воск под воздействием тепла. Было ли когда-нибудь какое-то таинственное растение, у которого был сок, который мог расплавить или смягчить камень, чтобы сделать его податливым? Мы никогда не узнаем наверняка. Это был всего лишь выбор множества таинственных растений со странными свойствами, которые, как говорят, населяли наш мир и, возможно, все еще делают. Есть, безусловно, множество видов растений с замечательными качествами, полезными для медицины и других областей, о которых мы знаем, многие из которых, несомненно, еще предстоит обнаружить в неизведанных местах нашей планеты. И эти потерянные образцы иллюстрируют печальный факт, что многие из них могут стать исчезнуть или исчезнуть в истории, прежде чем мы когда-либо действительно много знаем о них или что с ними делать. Независимо от того, существует ли какой-либо из этих когда-либо существовавших или нет, обсуждать. Но факт заключается в том, что где-то может быть лекарство от рака, новый препарат для всех видов заболеваний.